Это библейский портал экзогет.ру Сегодняшняя тема Господь Иисус Христос на суде перед Пилатом, часть 2 Евангелие от Иоанна, 19 глава с 1 по 16 стихи Предыдущая 18 глава Евангелия от Иоанна закончилась тем, что Понтий Пилат имел возможность непосредственно лично пообщаться с обвиненным иудеями и первосвященниками Иисусом Христом в притории, в своей резиденции, потому что иудеи, которые привели к нему Христа, остались вне притории, ибо была пятница накануне Великого Дня Субботы И евреи туда, внутрь притории, не зашли для того, чтобы случайно не оскверниться, прикоснувшись к какому-нибудь языческому предмету и для того, чтобы не лишить себя пасхальной трапезы, которая должна была состояться в этот вечер И вот пообщавшись один на один с Господом Иисусом Христом, Пилат пришел к выводу, что Христос невиновен Пилат выходит к евреям и говорит, что я никакой вины не нахожу в этом человеке А далее Пилат начинает искать способы, дабы Господа Иисуса Христа освободить Он обращается к еврейскому народу, который там стоит и говорит Есть такое обычай у нас, у римлян, отпускать вам на вашу еврейскую пасху одного осужденного человека Хотите, я отпущу вам царя иудейского Однако стоящие там евреи, подученные первосвященниками, священниками, фарисеями, стали кричать Нет, не его, то есть не Иисуса Христа, но Варраву А Варрава был разбойник Тем не менее, Пилат, как опытный римский чиновник, продолжает искать различные варианты Для того, чтобы Господа Иисуса Христа отпустить Именно об этом говорится в начале 19 главы Евангелия от Иоанна Первый стих Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его По-гречески немного иначе Итак, тогда взял Пилат Иисуса и побил его бичом В греческом тексте стоит глагол мастигоо, который означает бичевать Понятно, что бил не сам Пилат, а какие-то воины-исполнители по его приказанию Однако здесь говорится о том бичевании Господа Иисуса Христа Которое назначил ему Пилат не для того, чтобы приговорить к распятию на кресте Но наоборот, для того, чтобы, избив плетью, Господа отпустить Это еще не то бичевание, которое в обязательном порядке назначалось тем, кто был осужден на казнь распятия Второй стих И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багреницу Пилат, кроме того, что повелевает бичевать Иисуса Также попускает своим воинам над ним поиздеваться Воины сплетают венок из терния, из колючих растений Возлагают на голову Господа Иисуса Христа А также надевают на него в греческом тексте пурпурную накидку Потому что тем самым воины хотят спародировать его Иисуса как царя Иудийского Мы с вами знаем, что в древности цари того или иного народа в качестве отличительных атрибутов Носили царскую диадему, то что впоследствии стало царской короной Ну а также плащ из пурпура Пурпур это краситель, который добывался из моллюсков И соответственно плащ из пурпура По-русски обычно переводится как багреница Был цвет в диапазоне от красного до темно-фиолетового В зависимости от того, какой именно краситель использовался Этот плащ мог стоить очень-очень дорого Но, конечно, красного цвета плащи более дешевые Были в ходу и для того, чтобы просто отличить некоторых должностных лиц В частности офицеров или старших воинов римской армии Поэтому у них тоже были красные плащи Но, конечно, не такие дорогие, не такие шикарные Как пурпурные накидки у высокопоставленных лиц Вероятно, воины берут какой-то старый рваный плащ Офицеры римской армии Именно его набрасывают на Господа Иисуса Христа Ну а вместо царской диадемы делают венок из терния И возлагают на его голову Тем самым издеваются, но издеваясь При этом воспроизводят иронические атрибуты царской власти Третий стих И говорили Радуйся, царь иудейский И били его полонитом Радуйся, по-гречески хээре Это не призыв радоваться Это было бы бессмысленно, когда другой человек страдает Это греческое приветствие Здравствуй И можно перевести данное место следующим образом Ну привет, ну здравствуй, царь иудейский Однако в древнем мире и особенно в Римской империи Когда здоровались, было принято прикладываться щеками друг к другу Или даже целовать друг друга в щеку Однако здесь они, здороваясь в кавычках с Господом Иисусом Христом При этом бьют его по щекам Тем самым показывая пренебрежение к нему Четвертый стих Пилат опять вышел и сказал им Вот, я вывожу его к вам Чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины После того, как Пилат предал Господа Иисуса Христа на бичевание И на издевательство со стороны римских воинов Пилат вновь выводит Иисуса из притории И показывает евреям, которые стоят вне притории И говорит Я его вывел для того, чтобы еще раз сказать Я не нашел в нем никакой вины Пятый стих Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице И сказал им Пилат Се человек После этих слов римского прокуратора Пилата Который говорит Я вывожу вам Иисуса Чтобы еще раз сказать, что не нахожу в нем никакой вины Выводят самого Иисуса Который предстает перед евреями в самом жалком В самом неприглядном виде Потому что в его лоб вонзается терновый венец И, конечно, видны кровавые подтеки Потому что его избили по щекам Потому что он одет в рваный воинский плащ Да, он всего лишь пародия на царя И поэтому Пилата говорит Се человек По-гречески звучит это так Илу О антропос Илу можно перевести как Вот Посмотри И тем самым Полностью эту фразу Можно перевести следующим образом Вы посмотрите на этого человека Или Вы посмотрите, какой это человек Этот человек не может быть настоящим царем И для того, чтобы это подчеркнуть Я отдал распоряжение своим воинам Его нарядить И сделать из него царя Шутовского Но при этом еще и наказать За то, что он осмелился себя называть царем И вот теперь посмотрите В каком он плачевном виде Вот на этого человека Разве он, в котором я, римский прокуратор Не нахожу вины Но все-таки наказал его Разве он не достоин Некого сожаления или снисхождения Вот такова была мысль Пилата Шестой стих Когда же увидели его первосвященники и служители То закричали Распни Распни его Пилат говорит им Возьмите его вы И распните Ибо я не нахожу в нем вины Однако Первосвященники и служители храма Не успокоились Не удалось Пилату Осуществить свое намерение Отпустить Иисуса Всего лишь избив И унизив его Первосвященники Храмовые служители Очень последовательны В своем желании Убить Иисуса И поэтому Для них, конечно, недостаточно Лишь его унижения Да, они поняли Что Пилат Поступив таким образом С Иисусом Нацмехается И над ними Евреями Потому что Уже неоднократно Пилат Назвал Иисуса Царем Иудийским Получается, что Иудеи, которые под властью Рима И не могут иметь Царя иного Кроме как вот этого Жалкого Несчастного человека Одетого в терновый венец И в рваную багреницу Но тем не менее Они хотят его убить Распни Распни его Однако Пилат Упорствует Я не нахожу в нем Никакой вины Хотите распять Сами берите И распните Седьмой стих Иудеи отвечали ему Мы имеем закон И по закону нашему Он должен умереть Потому что Сделал себя Сыном Божьим Они имеют в виду Закон Как Тару Как Пятикнижие Моисеева Как основное Религиозное законодательство По которому Строили Свою жизнь Евреи И это Религиозное законодательство Запрещает Богохульство Оскорбление Бога С их точки зрения Если этот человек Иисус Из Назарета Назвал себя Сыном Божиим Сделал себя Равным Отцу То он уже Вводит понятие Двоебожие Уже не единый Бог Не Бог Ветхого Завета Не Бог Ягве Но некие два Бога Бог Отец И Бог Сын Он Иисус Христос Что с точки зрения Этих конкретных Евреев Было Двоебожием А значит Богохульством Богохульника же По закону Моисеева Должно Предать смерти И побить Камнями Об этом Они и говорят И вот они Упоминают Что он Иисус Себя Делает Сыном Божиим Восьмой стих Пилат Услышав это слово Больше Убоялся Чего же мог Убояться Пилат Римский Чиновник Который Не был знаком Со священным Писанием Ветхого Завета То есть Еврейским Законом С пророческими Учительными Книгами Евреев Но конечно же Был соотнесен Со своей Собственной Греко-римской Культурой И прежде всего С культурой Римской Литературной И политической Почему же он Мог убояться Возможно У Пилата Когда он Слышит термин Сын Божий Возникли Ассоциации С таким Термином Который имел Хождение В римской Политической Среде Это термин Диви Филиус То есть Сын Божественного Этим Термином Награждались Те Преемники Римских Императоров Которые Начинали Править Вместо Своих Предшественников В случае Если Их Предшественников Сенат Объявлял Божественными Вообще Говоря Эта идея Не Нова Для Древнего Мира Мы знаем Что На Древнем Ближнем Востоке Были Случаи Когда При Вошествии На трон Тот Или Иной Царь Объявлялся Сыном Божества Для того Чтобы Придать Больше Авторитет Его Власти И Вот В чем То Сходная Идея Заключалась И Когда Преемников Римских Императоров Стали Называть Сыновьями Божественных Первым Императором Которого Объявили После Смерти Божественным Был Юлий Цезарь Годы Правления Его 48 по 44 Годы До Рождества Христова Он Был Объявлен Божественным Поэтому Впервые Титулатура Дивифилиус Сын Божественного Зафиксировано В отношении Его Приемного Сына И Приемника Октавиана Который Правил С 30 Года До Рождества Христова Именно Октавиана И стали Называть Дивифилиус Сын Божественного Но В том Историческом Контексте Латинское Выражение Дивифилиус Которое Не Тождественно По Смыслу Греческому Выражению Иос Феу Сын Божий Стало Переводиться На греческий Именно Таким Образом В результате Тонкое Смысловое Отличие Между Дивифилиус И Сын Божий Стало Пропадать Отсюда В римских Провинциях Возникло Ошибочное Представление О том Что Октавиан Почитается Как Сын Божий И в Некоторых Документах Того Времени Из Восточной Части Империи Юлий Цезарь Был Назван Феос Бог Фраза Сын Бога Юлия Появляется Всего Лишь В нескольких Документах Начало Царствования Октавиана Но выражение Теу Иос Сын Божий По отношению К нему Октавиану Стало Широко Употребительным В тех Провинциях Где говорили И писали На греческом Языке В поздний Период Его правления После того Как в 27 году До Рождества Христова Октавиан Получил Титул Августа Это выражение Вошло В состав Пространных Вариантов Его Титулатуры Например Автократ Кесар Теу Иос Севастоз Самодержец Цезарь Божий Сын Август Его Приемного Сына И премника Тивири Года Правления С 14 по 37 Годы По Рождестве Христовом Монеты И надписи Обозначают Как Теу Севасту Иос Бога Августа Сын Надписи Из Обширного Ареала Египта Ахайи Азии Киликии И северного Побережья Черного Моря Как Теу Иос Божий Сын Некоторые Греческие Надписи Монеты Как Теос Бог И Сын Зевса Освободителя Итак Титулатура Римских Цезарей Дивифилиус Стала Отождествляться В римских Провинциях С выражением Иос Феу Сын Божий И поэтому Когда Пилат Слышит От евреев Выражение Сын Божий Оно Вполне Могло У него Ассоциироваться С термином Дивифилиус Сын Божественного В контексте Римской Политической Жизни А отсюда Следовало Что Сами Евреи Называют Иисуса Таким Титулом Который Имел Очень Большое Значение Для Политической Жизни Древнего Рима Поэтому Пилат Хочет Уточнить Кто В конце Концов Этот Иисус Из Назарета Девятый Стих И опять Вошел В приторию И сказал Иисусу Откуда Ты Но Иисус Не дал Ему Ответа Задает Вопрос Откуда Ты Не в смысле Откуда Ты Пришел Он Возможно Знал Ему Сообщили Что Иисус Родом Из Назарета Вопрос Откуда Ты Задается В смысле Кто Ты Такой Но Иисус Не отвечает Потому Что Чуть Раньше Когда Он Беседовал Наедине С Пилатом Он Уже Сказал Что Он Пришел В этот Мир Чтобы Свидетельствовать Об Истине И Всякий Кто От Истины Слушает Его Голосы На Что Пилат Легкомысленно Заявил А Что Есть Истина И Вот Дабы Вновь Пилат Не Перешел На Такой Легкомысленный Скептический Тон Господь Иисус Христос Вообще Не Отвечает Ничего Десятый Десятый Пилат Пилат Говорит Ему Мне Ли Не Отвечаешь Не Знаешь Ли Что Я Имею Власть Распять Тебя И Власть Имею Отпустить Тебя Молчание Господа Иисуса Вызвало Раздражение Со стороны Римского Чиновника Поскольку Он Не Дождался Ответа Он Подчеркивает Что Если бы Последовал Ответ То Тогда Он Пилат Мог бы Вынести Решение Либо Об Освобождении Либо Относительно Казни Иисуса Потому Что Иисус В Его Пилата Власти Одиннадцатый стих Иисус Отвечал Ты Не Имел Бо Надо Мно Никакой Власти Если Бо Не Было Дано Тебе Свыше Посему Боли И Греха На Том Кто Предал Меня Тебе В Греческом Тексте Используется Термин Эксусия Который Означает Не Власть Как Таковую Не Кратос Но Возможность Действия Деки Полномочия Лицензия На Деятельность И Поэтому Когда Господь Указывает На Власть Пилата Он Подчеркивает Что Эта Власть Является Не Властью Пилата Как такового Он Пилат Не Самодостаточный Политик Но Эта Власть Дано Ему Свыше Конечно Господь Видимо Понимает Под Выражением Свыше Дана От Бога Сам Пилат Мог Понимать Это Как То Что Дано От Римского Кесаря От Императора И Тебе Это Еврейский Народ В Его Худшей Части Представителем Которого Ты Не Друг Кесарю Всякий Делающий Себя Царем Противник Кесарю Иоанн Богослов Не Уточняет Какие Еще Предпринял Действия Для Того Чтобы Отпустить Иисуса Пилат Однако То Что Такие Действия С его Стороны Последовали Как Раз Это Видно Из Фразы С Этого Времени Пилат Искал Отпустить Его Но Похоже Все попытки Пилата Оказались Неудачными Потому Что Они Разбились А То Злостное Заявление Евреев Которое Приводится Далее В этом же 12 Стихе Если Отпустишь Его Ты Не Друг Кесарю Всякий Делающий Себя Царем Противник Кесарю В греческом Тексте Стоит Глагол Антилэм Лэго Лэго Говорю Говорить Антилэго Противоречить Всякий Кто Себя Объявляет Царем Уже Автоматически Противоречит Императору Если Ты Его Отпустишь Получается Ты Тем Самым Его Иисуса Поддерживаешь Он Противоречит Императору Противник Кесарю И Ты Уже Не Друг Не Исполнитель Воли Кесаря А уже Тоже Противник Кесаря 13 Стих Пилат Услышав Это Слово Вывел Вон Иисуса И Сел На Судилище На Месте Называемом Лифостротон А по Еврейски Гаввафа Пилат Выводит Иисуса Из Притории В Некий Двор На Небольшую Площадь Которая Была Покрыта Каменным Настилом Потому что Лифостротон По-гречески Это И есть Буквально Вымощенный Камнями Двор Который Был Вымощен Камнями Для Того Чтобы Использоваться При Совершении Римского Суда И Вот Пилат Восседает И Рядом Стоит Иисус Как Обвиняемый Четырнадцатый Стих Тогда Была Пятница Перед Пасху И Час Шестый И Сказал Пилат Иудеем Все Царь Ваш В Греческом Тексте Немножко Иначе Там Стоит Следующее Выражение Было Же Приготовление К Пасхе Час Приблизительно Шестой Но Все на данном Переводе Приготовление К Пасхе Которое Было В субботу Заменено На Более Понятное Выражение Было Пятница Итак Была Пятница Но Что важно Что в эту Пятницу Евреи Уже Готовились К Совершению Пасхи И Вечером Должны Были Вкушать Пасхальную Трапезу Был Час Около Шестого Соответственно Римское Время Исчисления Начиналось Около Наших Шести Часов Утра И Поэтому Около Шести Часов Дня По Римскому Время Исчислению Означает Около Полудня Однако Из Синаптических Евангелий Нам Известно Что Господь Был Распят На кресте Около Полудня И Соответственно Тьма Была По всей Земле С Полудня До По нашему Время Исчислению Третьего Часа Дня Поэтому Иоанн Богослов И не Говорит Был Полдень Но Около Полдня Накануне За Некоторое Время До Полудня И Вот Пилат Опять Заявляет Иудеям Вот Ваш Царь Опять Он хочет Показать Этот Избитый Изможженный И униженный Проповедник И является Вашим Царем Но Это Противоречит Даже Его Внешнему Виду Если Бо Он Был Царем Конечно Он Не Предстал В таком Виде И Опять Звучит Ирония Со стороны Пилата Если У вас Был Царь То Конечно Этот Царь Был бы Не Выше По Достоинству Чем Этот Избитый И Оскорбленный Человек 15 стих Но Но Они Закричали Возьми Возьми Распни Его Пилат Говорит Царя Али Вашего Распну Первосвященники Отвечали Нет У нас Царя Кроме Кесаря Евреи И в частности Их Религиозные Вожди Первосвященники Упорствуют Несмотря На то Что Они Понимают Всю Иронию Пилата Понимают Унижение Иисуса Они Требуют Его Убить Пилат Вновь Спрашивает Что же Я убью Вот этого Вашего Царя Но Они Отвечают У нас Никакого Царя Нет Кроме Как Кесарь Пилат Не случайно Говорит Убью Ли Этого Вашего Униженного Оскорбленного Избитого Царя Потому Что Вероятно До него Доходили Сведения О том Что Евреи И В том Числе Первосвященники Недовольны Римской Властью Они Хотели Свергнуть Власть Рима Они Ждут Своего Собственного Царя Которого Называют Машиахом И поэтому Пилат Вновь Иронизирует Несмотря На то Что Вы Хотите Своего Царя Об этом Я знаю У вас Может быть Вот только Такой Царь Однако Первосвященники Говорят Отпустят Иисуса Пилат Не смог На месте Решить Проблему Да еще Такую Мелкую Проблему Как С Каким-то Одиночкой Бунтовщиком Даже Бунтовщик Но Сила Мощ И Величие Рима Разве Не справится С этим Одним Человеком И вот Пилат Который До этого Момента Руководствовался Своей Собственной Но все Таки Возвышенной Этикой Он Старался Уберечь Невиновного Человека От Смертной Казни Действуя Согласно Логике Чиновника Уступает Евреям 16 Стих Тогда Наконец Он Предал Его Им На Распятие А Распредал На Распятие Значит Он Уже Полностью Отвергся От Той Линии Которая Придерживался Во Время Суда Когда Защищал Господа Иисуса Христа Справедливый Римлянин Превратился В Чиновника Который Заботится О Своей Собственной Власти И Благополучии Придал На Распятие Это Значит Не только Придал На Казе Распятие Но Но Вот Как Раз Теперь Римские Воины Как Это Они Делали С Каждым Приговоренным К Распятию Привяжут К Столбу Господа Иисуса И Будут Его Так Бичевать Что Мышцы Отойдут От Ребер И Собственно Уже Именно Этот Первый Этап Жесточайшее Бичевание Наносил Такие Раны Человеку Осужденному Которые Были Несовместимы С жизнью Однако Мучения Следует Продлить Поэтому Римляне Вот этого Уже До смерти Избитого Человека Поведут К месту Распятия И Распнут На кресте Дабы Приговоренный К смертной Казни Мучился Как Можно Дольше Но Пилат При этом Как Римский Чиновник Уже Сделал Свой Собственный Личный Выбор Кто-то Скажет Ну а Если бы Он Освободил Иисуса Ему же Пришлось бы Оправдываться Перед своим Начальством Да Оправдываться А может Даже Он И не Смог бы Оправдаться Мы с вами Прекрасно Понимаем Что Иудеи Были весьма Влиятельны И имели Своих Собственных Людей И при Римском Императорском Дворе Однако Даже если бы Его сместили Он все-таки Остался бы Честным И спас Жизнь Невиновного Человека Но такова Природа Власти Власть Защищает Саму себя Даже Если Это идет В ущерб Обычным Людям Однако Промысл Божий Был Таков Что Убийство Этого Одного Незначительного Для Рима Человека Иисуса Из Назарета И Даровало Миру И человечеству Искупление От греха Проклятия И смерти Большое Спасибо За внимание Внеси Свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Продолжение следует